Всем здравствуйте! Погнал я на вот таком транспорте сегодня. Ворон у меня на отдыхе стоит. Да и егерь прошлый год говорил, что у меня велосипед был. Я на велосипеде ездил, зачем я коня купил. Вот погнал короче на велосипеде. Это у меня тут рамки с вощиной. Улез я сегодня рано утром пчелу влез. От деревни он уехал, устал уже. Вот меня сейчас ворона обкаркивает, потому что у меня вот такой новый питомец. Ворона. Да, вместо брелка будет у меня. Сиди, сиди, сиди. Ну, мамка зовет его. Он сейчас меня насквозь палец проткнет. В общем, вот такой друг у меня новый. Привезу его к себе, к пчелам. Пусть охраняет. Или выращу его для охоты. На утинную охоту буду с собой брать. В литературе пишут, что чучело вороны возле скоротка можно ставить. Утки летят, смотрят, ворона сидит. Она, мол, зверь осторожный. Я не думаю, что тут все спокойно и подлетают. И ты их в это время успеваешь. Если умеешь стрелять, попадаешь у них и добываешь. В общем, вот так вот ворона. Сижу, сейчас смотрю, в общем, за пчелами. Вот у меня их. Там совсем у меня мало пчел. Я тут эксперименты пытался проводить по отводку. Ну, он у меня маленько не удался. Одну мне матку подарили. Одну я купил. Вторая в комплекте была бесплатна. И решил я, вот это у меня улей, который перезимовал. Думаю, что мне две? Старую же тоже охота оставить. Ну, на раз зиму перезимовала. Сделаю я. Эту оставлю маленько ей. И еще два отводка сделаю. В общем, у меня все пошло не по плану. Всех приезжих маток у меня убили они. В том я, получается, им подсунул с яйцами рамку. Они оттянули свой маточник. И вчера заглянул. Матка вышла, бегает. Но пчелы там очень мало. В этот я не заглядывал на дня 4-5. Утром их сегодня рано привез, пока они еще спали. Сейчас вот загляну, посмотрю, как в этом улей дела. И рамочку с расплодом, может быть две, погляжу, поставлю туда. Если они у меня все не разлетелись за день. И забыл топор, блин, сейчас взять. Хотел колышки убить, чтобы улей поставить. А приволок утром две лесины сухих. Сейчас сижу, смотрю, муравьи по улью ползают. Не то, чтобы прям много. Где-то тут он ползет. Вон ползет маленький. И это. Давай ковыряться здесь. А здесь оказывается вот в этой было гнездо. Я сейчас маленько разорил сегодня. Но вряд ли я уже сюда приеду. Приеду завтра, вобью колышки или какие-нибудь подставки, может привезу, если на машине поеду. Скорее всего на коне. И поставлю их за ночь. Они им, думаю, тут сильно дискомфорта не доставят. Ну как-то вот так вот у меня эксперименты с пчелами продолжаются. Сейчас погляжу, что кого. Полянка это та, где я железо, короче, копал. Там по тому, по той стороне осота много. Скоро, наверное, зацветет. Хоть что-то будет. Дома, как мне кажется, им вообще нечего сейчас ниоткуда брать. А там будет подсолнух. Но подсолнух будет уже поздно. Тут поле не такое уж большое. Но летать им тут недалеко. Тем более железо я вычистил. Поляну, когда они с ведрами низко-низко полными медом полетят, цепляться ни за что не будут. Ну вот так вот. Учусь, учусь пчеловождению. Интересно это. Ну, в общем, гоню я домой. Не знаю я, в общем, что с этими пчелами у меня не так. Яйца в старом гнезде обнаружил только на одной рамке и корма у них, я так понимаю, не было. Возможно, из-за этого дня три назад, наверное, вот я им сироп отдал, они его в соты залили в рамку, в одну перетаскали. Ну, в две там, наверное, они куда ближе было туда и таскали. То ли в этом причина, то ли не в этом, что напряженка с кормом у них оказалась. Хотя я время от времени наблюдаю, наблюдаю, стою возле литка с обножкой. Пчелы летели. То ли остатки одуванчика собирали, то ли еще что где находили. Но этого, видимо, им было мало. Ну, знающие пчеловоды, если кто на моё видео наткнется, напишут мне в комментариях, правильно я думаю или нет. Сейчас я им там по литру, наверное, сиропа в одну больше семью, в одну меньше литра залил. Завтра заеду, еще, наверное, им тогда привезу. Буду поглядывать, здесь недалеко, два километра, наверное, от дома. Два с половиной, вон там, деревня. На коне, так оно вообще быстро. Ну, раз я взялся последить, официально вон по пыли сейчас еду, видел УАЗик. То ли лесная охрана, то ли департамент. Не знаю, дверки исписаны. Но я подумал, что лесники. А может и егеря. Ну, в общем, вот так вот. Пытаюсь я развить своих пчелок. Если бы мой неудачный, или как правильно сказать. Короче, если бы мой эксперимент удался, было бы гораздо лучше. Так я потерял много времени, поделив пчел. Так бы они были, если бы одна семья немного на лучшем уровне развития, чем сейчас. Но ничего, если сейчас в итоге до осени у меня две семьи доживет, я из этого кое-какие выводы для себя уже делаю. Ну, вот так вот, ладно. Всем пока. Пока.